Добрый день, друзья! Начинается гонка предпасхальная и я на кухне, друзья! Время подготовки к Песоху, время уборки, время, которое, на самом деле, очень часто приводит нас к стрессу, к серьезному переутомлению и цель вот этого небольшого урока помочь нам избежать вот этого стресса и, собственно, решить вопрос уборки в рамках Аллахи, с одной стороны, а с другой стороны так, чтобы при этом не пострадали заповеди праздника радоваться в Песох и получать удовольствие от праздника свободы, чтобы не получилось, что мы с вами стали рабами уборки. Ну, хотя еврейская традиция знает огромное количество устражений в отношении Песоха, и этим устражениям нет предела, и более того, даже Равьё Сеф-Каро, автор книги Шухана Рух, говорит, что не стоит смеяться над женщинами, которые драят стены, считая, что таким образом они исполняют заповедь убирать хамец, и мы ни в коем случае не призываем смеяться над теми, кто придерживается огромного количества устражений. Цель вот этого выступления, небольшого урока, собственно, отделить зерна от плевел и показать, как, придерживаясь законов Песоха, законов, установленных нашей Аллахой, нашими мудрецами, мы можем получить удовольствие от праздника без того, чтобы, что называется, впадать в обсессивно-компульсивную уборку. Итак, понеслась. Ну, прежде всего, нам нужно разобраться, для чего мы занимаемся уборкой. Это не просто весенняя уборка, как некоторые могли подумать, а это предпасхальная уборка, и с точки зрения Песоха, с точки зрения законов Кашута, законов Аллахи, конечно же, нас интересует прежде всего разобраться, от чего мы пытаемся избавиться. Ну, а, как вы, наверное, знаете, избавиться мы пытаемся от того, что называется хамец, который у нас запрещен на Песох. Давайте посмотрим, как об этом говорит Тора. В книге Шмот, в 12 главе написано То есть буквально здесь написано о двух категориях, что-то, что называется хамец, но мы с вами знаем, хамец, это произведено из пяти видов злаков, и пригодное в пищу, квасное, то, что по-русски переводится как квасное, а вторая категория сыор, может быть, не столь широко известна, закваска, не обязательно съедобная, кстати говоря, закваска, это что-то, что, ну, в наших современных условиях у нас обычно есть дрожжи в качестве закваски, но в древности очень часто использовали обычное тесто, старое тесто, которое использовалось как закваска, то есть не обязательно съедобное, не обязательно пригодное в пищу, но что-то, что может способствовать ферментации, с процессу закваски. И вот эти две вещи написано про них в Торе. То есть буквально, да не увидишь ты во всех владениях своих. То есть запрещено нам две эти категории, мы сейчас с вами разберемся немножко подробнее, что здесь у нас включается. Во всяком случае, мы уже с вами прекрасно понимаем, что есть определенный критерий, которого Торе здесь придерживается, и, ну, обычный мусор, обычная грязь, понятно, что в этот критерий не попадает. Поэтому хозяйке на заметку, любая весенняя уборка, уборка пыли, она прекрасна и замечательна, но это дополнительные, так сказать, условия. Мы просто хотим, чтобы у нас был чистый дом, и это прекрасно, но к вопросам кашу, то это, в общем, имеет весьма опосредованное отношение. Ну, а до этого Тора говорит нам о том, что запрещено, чтобы в наших домах была закваска или квасное. Семь дней закваска не должна находиться в домах ваших. Лои маце бэвэ тэхэ. Итак, у нас с вами, по сути, есть три категории. У нас с вами есть хамец. Это что-то, что съедобное, пригодное в пищу человека. Из пяти видов злаков. Вторая категория закваска. Не обязательно съедобное, но что-то, что может ферментироваться. И здесь тоже мудрецы устанавливают определенный критерий. Хотя не обязательно съедобное. Должно быть, по крайней мере, обладать какой-то пригодностью. Рауэ ла хилат кэлэф. То есть, все, что непригодно, даже собака это есть не будет. Если собака это есть не будет, это, по сути, яд. Это уже не закваска. Ну и, наконец, третье. Это обычная грязь. И все то, что не попадает в категорию хамец или СОР, автоматически у нас просто мусор. Который, конечно, нужно, наверное, выбрасывать, чтобы у нас дом был чистый. Но к уборке на Песах это имеет уже опосредованное отношение. Окей, теперь, когда мы с вами более-менее сформулировали нашу основную адженду, уборка всего, что связано с хамец и СОР, нам необходимо посмотреть несколько практических правил и практическое применение этих законов. И я хочу сразу сказать, что я не буду очень подробно говорить обо всем, но коснусь тех вещей, которые, может быть, требуют прояснений. Мы знаем, что есть широко распространенное устражение. У ашкинадских евреев очень принято. Это практика не использовать косметику, которая содержит в себе что-то, что могло как-то напоминать хамец. На первый взгляд, косметика, конечно, абсолютно несъедобная. И вот здесь нужно понять, устражение это пришло от Рабмойша Файнштейна, который говорит о том... Ну, Рабмойша, мы знаем, родом из России. И, наверное, был свидетелем того, как алкоголики, ну, я думаю, это свойственно не только для России, это свойственно и для других стран, но особенно характерно для наших людей, пили всевозможные денатураты и разные другие вещи. И поэтому, в принципе, Рабмойша говорит о том, что абсолютно любая жидкость, именно жидкость, которая содержит этиловый спирт, то есть что-то, что является, по сути, своей производной хамца. Этиловый спирт, мы знаем, он, в общем-то, производится из пшеницы. Ну, кроме случаев, если мы говорим про денатурат. И поэтому любая косметика, жидкая косметика, то есть это могут быть духи, это может быть одеколон, в составе, который входит этиловый спирт, у нас будет проблемой. Ну и в скобках я хочу сказать, что в лихие 90-е лично был свидетелем того, еще, в общем, в лихие 80-е, на самом деле, как люди пили разные интересные вещи. Я думаю, что нашим выходцам из Советского Союза это все хорошо известно. Поэтому здесь все более-менее понятно с жидкостями, но это устражение относится только к жидкостям. Поэтому, если мы имеем дело с, например, с сухими дезодорантами, здесь такой проблем у нас не будет. Ну, а если мы возьмем какой-то дезодорант, вот, например, такого типа, он не сухой, жидкость, мы можем посмотреть на его состав. Здесь в составе этилового спирта нет. Это не хамец. Вторая категория, о которой имеет смысл отдельно поговорить, это крошки. Крошки, которые у нас на столе, конечно, пригодны в пищу, и, естественно, это хамец. Но, а вот крошки, которые упали на пол. Крошки, которые упали на пол, на самом деле, в пищу непригодны. И все то, что лишено некого минимального размера, меньше, чем кизает, по мнению большого количества авторитетов, и в данном случае я полагаюсь на мнение Рафберковича, который приводит большое количество авторитетов в Аллахи, говорят о том, что это, по сути, непригодно. К пищу является, в общем-то, мусор. То есть у нас с вами еще одна категория мусора, все то, что на полу, в грязи, и не является чем-то достаточно значительным. Если у нас упал большой кусок хлеба, мы можем его очистить и использовать. А крошки однозначно не используются нами. Ну, можно возразить, дети могут это съесть, но дети в данном случае не аргумент, дети могут взять в рот все, что угодно. Итак, мы коснулись того, что уборка, по сути, исполнение заповедей Бдикат Хамет, с проверки хамца в доме, но на самом деле есть еще одна заповедь, которую мы с вами исполняем уборкой, и это еще более серьезная вещь. Это причина, по которой, в общем-то, наша уборка должна, по крайней мере, на кухне быть достаточно тщательной. И вообще говоря, я хочу сказать, что если мы подходим к уборке перед Песхом с точки зрения Аллахи, то 90% времени, если не 95%, мы с вами проводим, убирая именно кухню, потому что на кухне, конечно же, у нас с вами в основном и присутствует хамец. Это то место, где мы постоянно с вами готовим, где у нас скопилось достаточно большое количество хамца. А если мы примем во внимание тот факт, что хамец, который у нас с вами смешался с грязью и размером меньше, чем кизай, то есть небольшие крошки, которые попали там куда-то под диван или еще куда-то, в общем-то, хамцом по-настоящему не считается. Тем более, что мы с вами аннулируем все это. Если мы его не нашли, то становится понятным, что основной акцент мы с вами ставим на именно уборку кухни. В чем же у нас основная здесь проблема? Здесь у нас с вами есть известная аллаха о том, что на Песах намного более строгие законы, чем в отношении многих других запретов. И, например, если небольшая крошка хамца попадает, например, в большой чан с бульоном и растворяется там. Хотя мы знаем, что в отношении, например, мяса с молоком действует правило аннулирования в 60, здесь такое правило не действует. Хамец запрещен абсолютно в любом количестве, это запрет Торы, очень строгий запрет, и это причина, по которой, на самом деле, мы так тщательно должны убирать все те места на кухне, где у нас был горячий контакт с едой. Ну и в качестве устражения мы можем сказать, что даже те предметы, которые не вступали в горячий контакт с хамцом, а так или иначе присутствовали на столе, тоже будут требовать кашировки. Ну, об этом мы чуть подробнее сейчас поговорим. Давайте начнем с, собственно, того, что требует кашировки. Кастрюли, сковородки, все то, что вступает в контакт с едой, разумеется, мы не можем просто так этим пользоваться на Песах, не от кашировок. Ну, в случае с кастрюлями, мы знаем, что у нас есть возможность и вообще общее правило кашировки. Мы не будем подробно сегодня говорить о кашировке, но общее правило кашировки точно так же, как запрет, в данном случае хамец, который запрещен на Песах, входит, точно так же он и выходит. То есть кашировка пользуется тем же самым методом, которым мы обычно пользуемся той или иной посудой. У нас есть два вида контакта. Здесь вода и огонь, и, соответственно, два вида кашировки. То есть, если посуда у нас используется для варки, мы кашируем его методом Агала. Ну, подробно я сейчас не рассказываю, как это делать. Это можно найти в огромное количество пособий по кашировке. И, соответственно, если у нас посуда используется огнем, а не водой, как, например, сковородки или духовка, то кашировка здесь у нас методом Либун, то есть огнем. В случае сковородок я хочу отметить важное правило. Если у нас сковородки, например, с тефлоновым покрытием, таких сковородок сегодня абсолютное большинство, в принципе, мы не можем их откошировать по причине того, что в случае правильной кашировки Либун мы, скорее всего, повредим тефлоновую поверхность, и сковородка станет непригодной. Во всяком случае, кастрюли, металлические кастрюли, можно откошировать. Ну, и во многих домах присутствует такое негласное правило, что даже та посуда, которую можно откошировать на Песах, стараются все-таки иметь отдельную посуду, в том числе и для готовки пасхальной. И если такая возможность есть, конечно, мы очень себе этим облегчаем жизнь. Хочу отметить, что при кашировке у нас есть правило, которого мы стараемся придерживаться всегда, во избежание всевозможных усложнений мы не пользуемся тем, что мы кашируем в течение 24 часов. Мы уже говорили про то, что у нас два основных метода кашировки, это огнем и водой. И методом огнем, например, либун каль, мы кашируем, соответственно, духовку. Духовка кашируется достаточно просто, особенно если у вас есть современная духовка, в которой есть цикл самочистки, так называемый self-cleaning. И здесь у нас исключение из правила, о котором я только что говорил. Если духовка кашируется методом self-cleaning, по мнению абсолютного большинства наших раввинов, не требуется даже ждать 24 часа, можно ее кашировать. Более того, можно кашировать ее вместе с находящимся внутри духовки, то, что по-английски называется racks, вот эти вот, я уж не знаю, как по-русски их назвать, подносы, которые находятся внутри духовки, можно кашировать вместе с ними. Ну, а если духовка у нас немножко более старая, в которой нету вот этого режима самочистки, self-cleaning, тогда, ее, разумеется, нужно будет тщательно промыть и подождать 2-4 часа с момента последнего использования, поставить ее на максимальный режим от получаса до часа и духовка будет откоширована. Я не буду подробно касаться кашировки, вы можете найти на сайтах абсолютного большинства агентств кашрута, например, в Америке это может быть Orthodox Union или CRC, агентство кашрута из Чикаго, или многие другие сайты, где есть очень подробная информация о том, как кашировать на прессах. Так что я вас отсылаю просто к этим ресурсам. Но, я хотел здесь коснуться еще одной важной темы, хотя, формально мы знаем в Аллахе, холодный контакт не передает вкус. По этой логике, если у меня, например, есть бокал для кедуша. Сейчас мы на него посмотрим. Бокал для кедуша. Вот он у нас. Такой замечательный бокал для кедуша. Он относительно чистый, но, конечно, не идеальный. И бокалом для кедуша в течение года в основном пользовались для вина, но периодически его могли использовать, например, для пива. Особенно такой человек, как я, вполне мог использовать его, так сказать, во время овдалы для пива. То есть, в принципе, хамец там присутствовал. Это устрожение, конечно, которым мы пользуемся на Песах, но оно принято, что, в общем-то, хотя холодный контакт, тем не менее, мы кашируем вот этот вот серебряный бокал для кедуша. Его тоже нужно будет кашировать. Но, так как мы не использовали его на огне, достаточно его откошировать методом, который называется Ируй Мекли Решон. То есть, мы просто ошпариваем кипятком, ошпариваем кипятком, полностью пройдясь по всей поверхности, нужно убедиться в том, что, конечно, бокал чистый, в нем нету никаких повреждений. Если у вас довольно-таки старый кедушный бокал с повреждениями, то вполне возможно иметь смысл либо приобрести новый на Песах, либо можно даже найти одноразовые красивые такие серебряные сделанные под серебро бокалы. Во всяком случае есть разные варианты, но откошировать старый бокал будет довольно сложно. Его будет придется, так сказать, очень тщательно предварительно отмыть. Есть возможные средства моющие специальные для серебра и так далее. поверхности, на которых у нас с вами оказывается еда, в том числе и горячая еда, конечно, требует особого внимания, поэтому стол, кухонный стол или стол, на котором мы с вами едим, если мы можем его откошировать, вот как, например, этот стол, на котором сейчас мы сможем с вами видеть, это гранитный стол, в общем, в принципе, нет никаких проблем его откошировать, каменный стол кашируется достаточно просто, достаточно его промыть и после того, как мы его тщательно промыли, опять же, ирумит ли решен, аж парить его всю поверхность, пройдясь по всей поверхности кипятком, таким образом мы его откошировали. Если у нас с вами стол, который не кашируется, необходимо будет покрыть его после того, как мы его помыли, убедились, что нету, так сказать, каких-то значительных следов хамца, достаточно пройтись каким-то средством, то, что сделает это все, так сказать, несъедобным, вот, замечательный наш друг, Клоракс, прекрасно справится с этой работой, покрываем стол фольгой, как это часто принято во многих домах, у нас все покрыто фольгой, как мы знаем, или любым покрытием, и, в принципе, вуаля, то же самое правило у нас распространяется на абсолютно все поверхности, где так или иначе может оказаться еда, хочу отметить еще важное правило в отношении верхней части плиты, вот та зона между комфорками, на которую обычно в течение года мы внимания не обращаем, с песохом у нас возникает проблема, хамец, неважно, сколько бы времени назад он там не оказался, все равно хамец, и по этой причине нам необходимо будет покрыть фольгой вот всю ту территорию между комфорками, покрыть фольгой даже после того, как мы ее помыли, потому что по-настоящему откошировать мы ее не можем. Если у нас с вами есть стол, который, например, в гостиной, мы не можем его откошировать, достаточно покрыть его, и желательно покрыть его чем-то, что не впитывает в воду, есть специальные толстые покрытия, пластиковые такие для стола, и это оптимальный вариант, покрыть его скатертью, сверху у нас скатертью, какой-то, так сказать, водонепроницаемое специальное покрытие, и мы с вами решаем проблему. Ну, конечно, нельзя не коснуться холодильника, это, так сказать, место хранения еды, во-первых, у нас может остаться энное количество хамца, который мы с вами хотим продать, есть те, кто продают даже самый, как я уже сказал, настоящий хамец, и им, безусловно, есть на кого полагаться, те, кто хотят продать макароны, там еще какие-то вещи, могут положить это где-то на полке, а если у нас есть какой-то хамец, который требует хранения в холодильнике, то, опять же, у нас будет какая-то закрытая зона, все это будет тщательно упаковано в пакетики, желательно помечено, что там у нас находится хамец. Каким образом мы чистим холодильник? Ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что желательно, чтобы мы, по крайней мере, во время Песоха не использовали холодильник для горячего. Если мы не используем его для горячего, ничего горячего туда не кладем, то мы, в принципе, решаем уже большое количество проблем. Холодильник, в принципе, если там ничего горячего нет, по большому счету, достаточно тщательно его отмыть, убедиться, что мы хорошо его отмыли и внутри, и снаружи. Многие люди покрывают полочки, хотя формально в этом нет необходимости, покрывают полочки фольгой, и тут тоже такой момент, чтобы холодильник у вас хорошо работал, убедитесь в том, что все-таки происходит хороший обмен, и у нас нету проблемы с тем, как работает холодильник, если фольга слишком герметичная, то это может создать определенные проблемы. Поэтому, может быть, имеет смысл даже проделать дырочки, если вы все-таки решили покрыть полки фольгой. Но это уже такое чисто практическое наблюдение. Ну и, конечно, гармошки, вот эти места, где может скопиться хамец, такая чисто практическая идея, можно взять что-то типа, может быть, даже, знаете, очень удобный для этого такой практический совет. То, чем мы чистим уши, прекрасно может подойти для того, чтобы, если мы с вами окунаем это в какой-то соответствующий несъедобный раствор, и проходимся, так сказать, по гармошкам, прекрасно, таким образом можем очистить холодильник. Ну и, наконец, последнее, наверное, самое важное, друзья, в этом видео я не коснулся пасхальной годы. Сегодня у нас была техническая часть, но я хочу вам сказать, что, конечно же, уборка и подготовка к празднику ни в коем случае не должна лишить нас возможности получить удовольствие от Песоха, от времени выхода на свободу из рабства. И кухонное рабство не должно поглотить нас настолько, что мы не получим удовольствие от праздника. Поэтому мой вам совет, друзья. Неважно, на каком уровне соблюдения вы находитесь, всегда, всегда важно правильно расставить приоритеты. И поэтому заранее продумайте, как и что вы хотите убрать. Все те устрожения, которые вы хотите на себя принять дополнительно, наверное, в них есть смысл и польза. Тем не менее, не должны помешать нам отпраздновать Песох, пройтись по пасхальной годе, получить удовольствие от пасхального седра, почувствовать, как мы с вами выходим из рабства к свободе. Это, наверное, все-таки является приоритетом. И если что-то из того, что я сегодня сказал, показалось вам слишком уж строгим и детальным, действительно, в Аллахе есть большое количество законов и деталей, то вполне возможно, вы находитесь на таком уровне соблюдения, где такого рода детали вас еще не интересуют. Соблюдайте то, что вы в состоянии. И если вы можете к этому добавить еще немножко души, еще немножко смысла, еще немножко содержания в этом году, с удовольствием и с радостью, то это прекрасно и замечательно. Мне хочется всем пожелать традиционного кошерного и веселого праздника Песах. До свидания. С вами был Руван Хаскин. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова